Друзья, в RDM IMPORT мы проводим розыгрыш. В период с 15 октября по 15 ноября при покупке любого автомобиля в нашем автосалоне в кредит вы получаете возможность выиграть 400 тысяч рублей. Подробнее об условиях акции смотрите по ссылке. Друзья, всем привет! С вами компания RDM IMPORT и вы смотрите первые видео авторынок. Кстати, если вы на нас еще не подписались, рекомендуем это сделать на канале. Много полезного и интересного о том, что касается выбора и покупки поддержанных автомобилей, в том числе обзоры тест-драйва, обзоры сравнения и обзоры технического плана, где мы детально разбираем особенности тех или иных моделей в боу виде, рассматривая их на подъемнике. Ну а если вас интересуют наши вакансии или автомобили в наличии, все это по ссылочкам, которые вы видите на экране. Наш сегодняшний гость – автомобиль довольно редкий в наших стенах, а с учетом введенных в Японии ограничений на экспорт электромобилей и редким останется, скорее всего. Сегодня поговорим о том, что представляет собой Nissan Leaf 2-й генерации кузов ZE-1. Электромобиль Nissan Leaf в кузове ZE-1 второго поколения модели появился в 2017 году. На конвейере эта модель стоит до сих пор. Вариантов исполнения здесь два. До 2019 года этот автомобиль выпускался с одним-единственным вариантом электродвигателя. На 110 кВт или 150 лошадиных сил и целых 320 Нм крутящего момента, доступного сразу. Эту же версию можно назвать базовой с батареей на 40 кВт-часов. С 2019 года появилась более мощная версия. На 62 кВт-часа под капотом таких автомобилей более мощный электромотор, который имеет мощность 214 лошадиных сил в пересчете и 340 Нм крутящего момента. Большая емкость батареи у таких Leaf'ов также позволяет автомобилю проехать большее расстояние на одной зарядке. Наш сегодняшний экземпляр 2018 года выпуска. Здесь 150 лошадиных сил, редуктор вместо коробки передач и передний привод. В плане своих внешних размеров хэтчбэк Leaf далеко не самый компактный. Электромобиль вполне претендует на роль семейной машины. Длина этого автомобиля 4 метра 48 сантиметров, ширина 1,79 метра, а высота 1,54 метра. Колесная база здесь, кстати, 2,70 метра, что соответствует такому показателю у седанов бизнес-класса. Электромобиль по определению не может быть легким, и Leaf это подтверждает. Снаряженная масса этого автомобиля 1680 килограмм, а максимально разрешенная 1950, почти 2 тонны. Кстати, радиус разворота здесь 5,4 метра. Что касается толщины локкрасочного покрытия, то Nissan Leaf второго поколения это типичный представитель автомобилей для внутреннего японского рынка. Причем автомобиль современный, соответственно, толщина локкрасочного покрытия на этом автомобиле будет лежать в диапазоне от 75 до 100-105 микрон для родной краски. Обзор автомобиля внутри по традиции начинаем с багажника. Тем более, что Nissan Leaf, как мы уже сказали, вполне может претендовать на роль семейного автомобиля. Правда, скорее всего, второго. Доступ в багажник нам открывает довольно увесистая крупная крышка. Багажник здесь достаточно глубокий при первом поверхностном взгляде. Но давайте вооружимся рулеткой и посмотрим, как обстоят дела с линейными размерами. Кстати, его объем по каталогу 435 литров. Ширина проема багажника по средней части порядка 102 сантиметров. Высота от пола до полки 60. В плане ширины багажник здесь практически не сужается. И его ширина по полу это 1 метр ровно. Расстояние от заднего борта до спинки заднего сидения 83 сантиметра. Если же вам нужно увести габаритный груз, складывайте спинки заднего сидения. Сделать это вы можете и из багажника, но никаких дополнительных вариантов в виде складывания при помощи кнопочек или отдельных ручек здесь не предусмотрено. Сложенные сидения дадут вам возможность увести габаритный груз, но при этом не дадут вам ровного пола. Перепад высоты здесь очень большой. Однако длина груза до передних сидений может быть равна 157 сантиметрам. Ну а расстояние от заднего борта до самой передней панели порядка 247 сантиметров. Что касается дополнительных удобств по багажнику Лифа, стоит отметить следующее. Во-первых, здесь нет никакого фальшпола. То, что скрывается под ковриком, это именно пол кузова. Есть плафон освещения справа, отдельная ниша с сетчатым кармашком, куда можно сложить мелочевку, дабы она не болталась по багажнику. И за фальшпанелью с левой стороны скрывается набор штатного инструмента. Домкрат, баллоник и ремнабор для колеса. Никакого запасного колеса на этих автомобилях нет. Ну а теперь про самое интересное. Салон Nissan Leafs ZE1. Попадая сюда, первое, что успеваешь отметить, это очень удобные сидения. Причем здесь неожиданно четко выраженный профиль и подушки сидения, и спинки. Кресла в нашем случае имеют кожаную отделку и напоминают сидение в спортивном автомобиле. Реально удобно. В целом, впечатление от интерьера Leafs 2-го поколения абсолютно контрастирует с тем, что мы видели в первом электромобиле. Форма передней панели оказалась переработана в сторону большей консервативности. И даже двухэтажности здесь больше нет. Щиток приборов более привычный глазу и при этом более удобный. Спидометр теперь у нас аналоговый, ну а левую сторону занимает огромный цветной цифровой дисплей. Рулевое колесо стандартное для компактных Ниссанов последних лет. Трехспицевый руль довольно удобен, плюс имеет скошенную к низу форму. Отделан кожей, при этом абсолютно не скользкий и, что называется, хваткий. Подрулевые переключатели располагаются на своих местах. Здесь никаких неожиданностей нет, они абсолютно стандартные. Кстати, переключаются мягко, без разного рода неприятных пластиковых щелканий. При моем росте в 1,86 см за рулем нового лифа удалось устроиться достаточно удобно и сделать это быстро. Диапазон регулировки кресла здесь очень даже неплохой. Если максимально отодвинуть сидение назад и при этом опустить вниз, я практически полностью выпрямляю левую ногу в колени. Правда, при этом моя пятка все же стоит на полу кузова, а носок достает до моторного щита. Рулевая колонка здесь регулируется, правда, только по высоте. В нашей комплектации регулировки по вылету не предусмотрено. Что касается опоры под локти, под правой рукой у нас отделанный кожей подлокотник на дверной карте. Ну а с левой стороны тоже есть подлокотник, он же крышка центрального бокса. Правда, в этом случае он мог бы иметь продольную регулировку или быть подлиннее. Присутствует, но не слишком удобен. Блок стеклоподъемников относительно предыдущего поколения. Такое впечатление, что не претерпел особых изменений в плане дизайна стандартного размера клавиши. Слегка скругленные, пользоваться всем этим удобно и расположены они под рукой. Справа от руля на боковой панели у нас располагаются клавиши включения подогрева рулевого колеса, таймера зарядки, а также клавиши отпирания лючка с гнездами под зарядное устройство. Здесь же кнопка включения экономичного режима движения и включения-выключения системы предотвращения столкновений. Соответственно, этот автомобиль имеет продвинутый радарный круиз, который может выдерживать не только скорость, но и расстояние до впереди едущего автомобиля. Управляется все это дело при помощи блока клавиш на правой стороне на рулевом колесе. Здесь же клавиши управления подключены по Bluetooth телефоном, ну а левая сторона полностью отдана под управление магнитолой. Мультимедийная система в нашем случае имеет огромный дисплей, на который выводятся в том числе и картинки с камеры заднего вида. Автомобиль умеет парковаться самостоятельно. Доминирующее положение на центральной консоли занимает мультимедийная система. Управление осуществляется при помощи удобных поворотных ручек. Сюда выводится картинка с камер кругового обзора, что очень упрощает маневрирование на автомобиле. Есть функция автопарковки. Климат-контроль остался похожим на блок клавиш, который мы наблюдали в лифе первого поколения. Ключевым отличием этой панельки от аналогов на бензиновых машинах будет наличие кнопки включения не только кондиционера, но и электрофена, поскольку бензинового двигателя здесь нет. В нижней части консоли у нас располагается 12-вольтовая розетка, клавиши включения-выключения подогрева в передних сидений, два гнезда для зарядки мобильных устройств и кнопка включения-выключения автомобиля. Селектор коробки передач такой же, как в e-Power. В e-Power это нефиксируемый джойстик, впрочем, достаточно удобный, практически не требующий привыкания. Здесь же клавиши автопарковки и довольно интересный тумблер с пометкой «электронная педаль». В случае, когда режим электронной педали у вас не активен, машина ведет себя как автомобиль с обычным автоматом. То есть при отпускании педали газа автомобиль продолжает движение накатом, без существенного замедления. Включенный режим электронной педали приводит к тому, что движение в городском потоке вы можете осуществлять при помощи одной только педали газа. При отпускании педали автомобиль будет замедляться, в том числе, если это понадобится, и рабочим тормозом. При этом будет активно использоваться режим рекуперации. Ну и финальная клавиша здесь – это электронный стояночный тормоз. Что касается бардачков, подстаканников и прочих ниш для хранения, в передней части панели есть маленькая полочка, куда можно положить мобильный телефон. Два подстаканника по центру, очень небольшой по объему и глубине центральный бокс, вдобавок еще и не квадратной формы, что слегка затрудняет его использование. Зато присутствует огромный и очень глубокий перчаточный ящик, внутри которого скрывается еще и HDMI-разъем для подключения внешних устройств. Бардачок, кстати, реально большой глубины, и чтобы дотянуться до самого его дна, приходится отрывать спину от сидения. Ну а внизу дверных карт у нас располагаются кармашки, передняя часть которого отформована под бутылочку с напитком. По части обзорности к этому автомобилю претензий минимум. Здесь большие и довольно удобные в использовании боковые зеркала, плюс машина имеет систему мониторинга слепых зон, низкая линия бокового остекления, плюс маленькие окошки в передних стойках. Кстати, сама ширина передней стойки здесь достаточно большая, поэтому, несмотря на наличие дополнительного стекла, пешеход при повороте запросто может за ней спрятаться. Помните об этом, будьте аккуратны. Само лобовое стекло здесь, хоть и далеко отодвинуто от водителя, но при этом довольно узкая. Высота передней панели большая. Ну и, конечно, дань моде и аэродинамики, кстати. Коэффициент лобового сопротивления здесь всего 0,28. Это капот-невидимка. Вы не видите ни боковины капота, ни его передний край. Хотя в данном случае все компенсируется наличием системы кругового обзора. Ну а теперь давайте посмотрим, как обстоят дела на втором ряду. Ну а теперь про место на втором ряду. Напоминаю, мой рост 1,86 м, и когда я сажусь сам за собой, я упираюсь коленями в спинку переднего сидения. Это довольно неожиданно, с учетом того, что база-то здесь не маленькая, 2,70 как-никак. При этом само заднее сидение гораздо выше передних, по ощущениям раза эдак в два выше. Вы сидите практически под самым потолком, и запаса пространства над головой здесь практически нет. Но само заднее сидение очень мягкое. Здесь нет никакого выраженного профиля, в отличие от передних кресел. Но по ощущениям от этого кресла, машина больше похожа на такой кроссовер, как Nissan Murano второго поколения. Также нужно отметить, что на полу у этого автомобиля присутствует довольно высокий тоннель, что опять же неожиданно. А под передними креслами практически нет места для ступней. Ступни у вас будут стоять в любом случае на полу. Под переднее кресло вы их просто не затолкаете. Опора под локоть у вас присутствует только со стороны двери, поскольку центрального подлокотника в данном случае в автомобиле нет вовсе. Как нет и регулировки спинки по наклону. Зато у задних пассажиров есть подогрев сидения, который включается одной кнопкой на весь диван. Так же, как на 31-м X-Trail в рестайлинге. Внизу центрального тоннеля присутствуют две USB-розетки для зарядки мобильных устройств. А внизу дверных карт подстаканники. Даже отдельного плафона освещения для задних пассажиров здесь производитель не предусмотрел. Приходится тянуться к нему далеко вперед. С учетом того, что эта машина в принципе для дальних путешествий не проектировалась, можно отметить, что в целом запас пространства на заднем сидении для не слишком рослых людей будет достаточен при коротких поездках по городу. Что касается начинки подкапотного пространства, то в нашем случае здесь располагается 110-киловаттный электродвигатель. То есть около 150 лошадиных сил. Этот электромотор выдает 320 ньютон-метров крутящего момента и разгоняет электричку до сотни за 7,9 секунды. Предыдущее поколение Nissan Leaf многие критиковали за очень небольшой запас хода на одной зарядке. На практике большинство поддержанных Leaf первой генерации, попадающих в Россию, были способны проехать на одном заряде аккумулятора порядка 120-130 километров летом. Это при хорошем раскладе. А зимой показатели пробега снижались и вовсе до 80-90 километров. У нового поколения показатель запаса хода существенно вырос. В данном случае при остаточном заряде в 78% автомобиль показывает запас хода на зарядке в 288 километров. Что дает основание предполагать, что полностью заряженный Leaf второй генерации проедет от розетки до розетки порядка 300 с копейкой километров. Естественно, при умеренном педалировании. Чем сильнее вы топите педаль на этом электромобиле, тем скорее сокращается запас хода. Помимо хорошей динамики, электромобиль примечателен еще и своей крайне высокой надежностью. По большому счету, здесь нет ни бензинового двигателя, ни как таковой коробки передач. Вам не нужно менять свечи, приводные ремни и подобные расходники в связи с их отсутствием. По сути, единственная регламентная процедура здесь – это замена антифриза в контуре охлаждения, замена тормозной жидкости и замена масла непосредственно в редукторе, объем которого очень небольшой. Несмотря на то, что это полностью электрический автомобиль, здесь все же есть маленький обычный аккумулятор, который служит для запуска компьютеров. И этот маленький аккумулятор, кстати, точно так же, возможно, придется поменять. Если в один прекрасный момент вы подойдете к своему лифу и обнаружите, что он просто не включается, из-за того, что села маленькая вспомогательная батарея. Хотя заряд основной батареи при этом может быть и 100%. Что касается времени зарядки, то через быструю зарядку эта машина набирает 80% емкости где-то за 40 с небольшим минут, что делает подобный транспорт крайне привлекательным вариантом для тех, кто в основном передвигается по мегаполису или может позволить себе заряжать автомобиль дома, например, на подземной парковке, либо в гараже. Ну а перед тем, как посмотреть, что представляет собой Nissan Leaf 2-й генерации снизу, давайте пробежимся по дорожному просвету. Каталожное значение клиренса для этой машины 135 мм. Вооружимся рулеткой и глянем, так ли это на самом деле. Начать, пожалуй, стоит с того, что передний бампер у этого автомобиля отнюдь не низкий. До его переднего края порядка 22 см. Так что подъезжать бампером к поребрику можно достаточно смело. Задний край бампера находится на расстоянии 21 см от асфальта, а низшая точка в передней части автомобиля – это защита под моторным отсеком. Расстояние от земли до сюда 16 см. Расстояние до отбортовки под домкратника за передним колесом 17 см. Низшая точка этого автомобиля находится под пластиковыми защитами посредине. Расстояние от асфальта до нее 14,5 см. Задняя часть порога 19 см от асфальта, а нижний край заднего бампера порядка 26 см. Никакой выхлопной трубы здесь, естественно, нет. Цепляться здесь нечем. Так что задним ходом вы можете подъезжать даже к высокому поребрику абсолютно свободно. В плане парковки Nissan Leaf 2-го поколения – это не низкая машина, но пропуская препятствия между колес, нужно быть осторожным. Следы контакта на пластиковой защите под центральной частью днища – тому подтверждение. Что касается ходовой части Nissan Leaf 2-й генерации, то здесь она имеет очень хороший баланс между комфортом и управляемостью. По сути дела, машина не гоночная, несмотря на хорошую динамику, и подвеска настроена соответствующим образом. Передняя подвеска здесь выполнена по схеме McPherson. Она предельно простая, нижние шаровые опоры в данном случае у нас выполнены по задумке производителя одним целым с рычагом, должны меняться в сборе. А стабилизатор поперечной устойчивости по Nissan-овской традиции крепится на подрамнике, и для замены тех же самых втулок стабилизатора подрамник, скорее всего, придется демонтировать и опускать. Доступ к нему затруднен. Рулевая рейка здесь, само собой, электрическая. А в плане надежности, лично у нас статистики нет, поскольку, как я уже упоминал во вступлении, подобный лифт второго поколения – это первый экземпляр в наших стенах. Весьма непривычной картиной при осмотре автомобиля снизу является полностью закрытое защитами днище машины и отсутствие каких бы то ни было элементов трансмиссии. Как, кстати, и следов антикоррозийной обработки. По сути дела, на автомобиле присутствует только герметик на швах кузова. Всю центральную часть под днищем автомобиля в данном случае занимает как раз-таки батарея, а задняя подвеска у второго лифа по-прежнему крайне примитивная по конструкции. Это самая обычная балка, два сайлинг-блока, пружинные амортизаторы, разнесенные отдельно друг от друга, что упрощает замену компонентов. Стояночный тормоз, как уже упоминали, здесь с электрическим приводом, а тормоза на этом автомобиле вкруг дисковые. Так что тормозная динамика этого лифа вполне соответствует его разгодным возможностям. Таким мы увидели сегодня Nissan Leaf второй генерации в кузове ZE1. Надеемся, после просмотра этого короткого обзора у вас появилось общее понимание о том, что представляет собой такая машина. Если вы уже эксплуатируете подобный электромобиль, проехали на нем, достаточно и вам есть чем нас дополнить, в чем поправить, все это пропишите в комментариях, ведь людям, которые думают о покупке подобного электромобиля, ваш комментарий может помочь сделать окончательный выбор. Ну а если заинтересовал экземпляр, который оказался сегодня на нашем подъемнике, то есть приличный шанс, что к моменту публикации видео машина все еще будет у нас, в компании RDM Import в городе Новосибирске. Всю интересующую вас информацию по автомобилю уточняйте, воспользовавшись контактным телефоном в описании под видеороликом. На этом же телефоне есть WhatsApp, так что пишите, звоните и задавайте вопросы. На этом я с вами прощаюсь. Спасибо, что смотрите нас и до новых встреч на канале. Пока! Пока!